я сегодня не буду ничего никаких расчетов вести кроме самых-самых элементарных у нас есть длина струны пифагор ее делит на 2 части например это до 1 октавы если ее разделить на две части получается до 2 октавы все нормально здесь биений нет это чистый интервал то есть октавы унисон это и нашей системе это чистый интервал то есть если например для малой октавы ее иногда обозначаем циферкой 0 равно 220 герц или 1 октавы 440 или 2 880 и так далее здесь все просто но сложность возникает когда вот эту дробь одну вторую пытаемся соединить ну так сказать сгармонировать с другими дробями то есть 1 3 4 то есть если мы эту же самую струну делим на три части вот 1 2 3 и звучит большая часть то есть 2 3 то есть она меньше короче чем исходная до соответственно звук выше выше ровно на квинту если мы делим на 4 части и звучат 3 из них то получается квартная если делим на 5 и звучат 4 то получается терция чистая и вот эти 1 2 3 никогда не совпадут потому что мы делаем цепочку интервалов каким образом то есть до то смысл такой 1 2 1 2 умножить на 1 2 умножить на 1 2 умножить на 2 2 и так далее когда мы делаем цепочку квинт то смысл такой 2 3 умножить на 3 3 и так далее и вот эти точки никогда не совпадут математики и это также сложно как раз шутка такая гуляет что что больше если страх спросите 3 бутылки 2 бутылки на троих вернее 2 3 или 3 5 никто не ответит а у пьяницы спросите 2 бутылки на троих или 3 бутылки на пятерых значит ну конечно 2 бутылки но вот это вот не совпадение вот отсюда поэтому у нас октава не сходится давайте мы посмотрим каким образом у нас вот этот район настроен ну так возможно здесь я а вот этот район настроен ну так вот он у нас остается для сравнения того что было и того что значит а вот до и до сейчас мы пробуем настроить построить цепочку квинт значит до и она вот значит так как она очень близко к темперированной то у нас вот этот эксперимент вот это вот когда мы берем слышно соль еще раз то есть все струны резонируют в той степени в которой они близки к обертонам и соль это и то это самые близкие чистым звуком значит терция дальше ну и когда то есть еще не совсем тихончик ну иногда бывает вот например то есть сейчас научшая отличать чистый это перейо первое что мы сделали в пену чистое вторая преамула это равенство равенства интервалов обращаем взаимообращаемых в октаве в чистой октаве то есть акустически квинта равна кварталу октава фальшива если мы изменяем квинту например делаем ее ум чуть-чуть то есть сначала тиберирована а потом просто грязь соответственно и кварта в числе меняется именно на эти же беде я беру опять обратно делались ты берешь из чистых ленты ты берешь варка стал грязнее еще и так далее то есть чистой октаве интервалы акустически равны друг другу кварта квинта перца большая перца малая секса это нам пригодится при настройке потому что при настройке я не делаю различие между клиент и квартал потому что нам надо сделать зону темперацию от ля до ля соответственно ли обе не верхней си а вниз идем миссии это одно и то же что миссии что миссии потому что у нас зона ограничена ля ля мы запрямь середину а потом и а иначе мы уйдем в пятую октаву то же самое я сейчас делаю настраиваю пифагоровство и пифагор так же делал значит чистая гнида она же как бы возвращенная на октаву квинта но на октаву вниз акустически мы можем сейчас более-менее настроен здесь этот звукоряд мы можем видеть как постепенно грязь по сравнению с темперированным строй а а а а а а а а а у а а а Идем дальше. Си и фа диез. На этом этапе мы имеем пихогорейскую диатонику. То есть получается лидийский лад. Вот она пихогорейская диатоника. Ты можно услышать, что фа диез, соль, ну и так далее. Доре. Мень широкий эпервал. Она употребительна. То есть мы сейчас немножко ее потом разгоним и будем пробовать что-то, какие-то попивки. Как звучат. Но Пифагор он ученый. Он создавая употребительную, ну как бы не создавая, она существовала. Он ее обосновал теоретически. Но дальше, если двигаться, получается чисто теоретическая структура Пифагора. Это пифагорейская хроматика. Которая в его время не использовалась в силу своей, не блага, а большевозвучной. Но потом, когда изобрели органы и стали пробовать этот звукоряд, как сказать, воедино свести, да, и слушать уже созвучие, кроме клиенты и октав, а не на терции, то вот началось вот это брожение. Начались сочинять какие-то новые звукоряды, сочиняться новые звукоряды. Но мы сейчас пока вот пятый век до нашей веры находимся. Вот. Соль, Рай, 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 Диез, До, Диез. Соль, Диез. Соль, Рай, Диез. Соль, Рай, Диез, Диез. Ля диеза. Фа. Ой, что я говорю, извините. Ми диез. Ми диез и си диез. Вот она, спираль. И получается, вот фифа в рвакома звучит. Вот так, грязно. То есть, вот. Ну, не совпадает. Немножко. Даже нажимая эти интервалы, мы, слыша, слушая чистые клиенты, да, мы проникаемся вот этим духом среди, ну, уже в дальнейшем среди веков. То есть, они вплоть до хорошо темперированного строя, да, существовали системы с чистыми клиентами. А почему соль, якобы до, звучит так хорошо, да, это именно вот это лучше квинт, ну, так называемая фифа, да. Потому что это не соль был, а соль си диез. Это другой интервал. Всё, мы забыли. И если нам нужен тон, соответственно, мы просто делаем октаву. Соответственно, у Пифагора, если мы откроем, опять же, эту википедию прочитаем, там, что у него просто, там 38 интервалов в октаве. То есть, и увеличено, и шон, и там чего-то, там, только нету в этой системе. Они, это чисто теоретическая система, хроматика Пифагориста. Все чистые клиенты, как мы видим. Плохие дэрцы. А дэрцы разные на самом деле. Какой-то клиент. Вот, 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 били, ну, как бы по нашему миру раз. Ра диез соль и ми диез соль. Они, они, и вот эти, так же, а эти по-другому. А почему у нас, ну, для нас, как-то, да, получается, до ми и ми до по-разному звучит. Я же сказал об обращаемости. Потому что это не чистая октава. И потому что это и до, а си диез. И вот что. Значит, теперь попробуем что-нибудь. Немножко я верну ширину. Ну, и, прошу вас сочинячем, что ли, какие-то... Значит, практика такая. монодия дублированная я сказал что есть что-то здесь хорошее здесь что-то есть плохое поэтому никто уже особенно с изобретением органа уже перестала это музыкантов и даже не в этом дело просто появилась потребность в чистой хорошей чистой терции и это четырнадцатый пятнадцатый лет люди стали пробовать уже создавать звукоряды которые основаны не на квинтовой цепочке как у пифагора а на акустике чистой вот этого пятого обертона чистой перцы и во всех учениках пишут что царлина это въеха действительно он изобрел вот этот чистый строй так называемый царлина это 1558 значит чтобы в нем разобраться существует ну как бы его характеристики таблицы таблицы всяких строев приведены тут более 30 таблиц все кроме хорошо так далее равномерно делать такая книга основа темперации андрея волконска приложение вот они таблиц на первый взгляд это где и ужасно что что тут поймешь когда начинаешь разбираться с ключом ты чувствуешь глаза боятся лучше делу прежде чем разрушить нашу пифагорисовую систему я хочу сказать что это разломнутая система грамматика разлом и замкнутая только диатоника когда мы можем просто тупо все семь тонов сделать с октаванными дублеров получается замкнутая и попытки замкнуть эту систему то есть мы не можем ну как сказать наслаждаться все время трактатом математика пифагора мы хотим слушать музыку нам нужно значит в этой октаве и в следующие какая-то идентичность сделать создать идентичность циркультолога цепочки невозможно как мы убедились потому что после си диеза чтобы фа дуба диез и так далее вот и вот эти попытки создать идентичность привели настройки настройки уже учитывая акустику терции цари 1558 все очень просто мы берем тот же тоже тот же тон и находим его в таблице здесь все нули до то есть одно получится получается чистая терция а до получается чистая клинта и вот эта таблица нам помогает создать план настройки прежде чем настраивать давайте сделаем план настройку по этой таблице план настройки подсорвлен очень прост потому что он предполагает настройку по чистым интервалам там мы не применяем навыки интуиции слуха к слуховой мы просто тупо делаем чистый интервал мы делаем циклочку мы берем один один звук и от него то что возможно делаем а дальше уже смотрим то есть от дома строим три звука чистых до соль до фар и доме дальше у нас здесь осталось отсюда значит дальше от ми тоже три звука миссии чистый пинта ми смотрим на ми для потому что перед этим ля напротив ля стоит нолик миля и миссу уже уже почти так больше чем половину настройки люди судьи сидите пересоли судьи если у нас есть есть значит вот до 10 а а все все замкнулись то есть у нас ни одного темперированного интервала в плане настройки нет это только чистые интервалы в плане настройки клинки и перцы и этот и поэтому наверное он и называется чистый строк до дома не трогай да а 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 х по а дуфа И вот так вот надо построить чисто дэнс в томе. И вот так вот, и еды прекратились, звук стал таким прямым. Это чисто дэнс. 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 вот начинается мы привыкли пока привыкли ничего ужасного а когда начинаем сравнивать с чистыми и вот те люди которые пятнадцатом веке да они же не принимали эти температуры не вернее не в пятнадцать потом пошли темперированные они не принимают после зато сейчас здесь тоже будет кое-что звучащие ужасно у царлина а вы по таблице смотрите там напротив кнопки д стоит минус один то есть релья у нас будет звучать ужасно да что встает ну тут мимой да боже упаси нас сейчас чистое надо нам подсорить я по привычке просто да а сарлина оперировал этим он не называл призвучим он назвал терция внутри квинты терция внутри квинты вот два чистых зазвучия да сейчас мы имеем мажорные по нашей терминологии опять же царлина еще нет мажорной но терция внутри квинты есть терция имеется ввиду большая терция пятая бихтон вот это то есть не то к чему мы привыкли это на самом деле не наклонение лады а именно терция большая внутри квинты и для него очень важно где она находится именно большая не малая а большая терция если большая терция находится в нижней части квинты то гармония делается веселой аллегра если она находится сверху то гармония становится печальной место вот сейчас пока идет это гармония гармония веселая и печальная вот ради этой чистоты эти созвучия по нашему трезвучию он и затевал весь этот чистый строй потому что но вот терция она начинает потихонечку побеждать квинту но что что я попытаюсь сейчас развести немножко за пределы октавы да чтобы нам что-то сыграть из того же царлина и так это звучит так и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Еще будет Колико ДимаTorzok 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 Дальше По таблице Реоли Миссии то же самое ДимаTorzok 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 Гrossкий ДимаTorzok Поветесь ДимаTorzok Чистый Правильно Поветесь Чистый Поветесь ДимаTorzok чистый так, додия соль, додия чистая квинь Это цикл, например, вот как звучит свой минор. Пьеса называется «Ля, Ле, Нармоник, Гармонизм». «Ля, Ле, Нармоник, Гармонизм» «Ля, Нармоник, Гармонизм» «Ля, Нармоник, Гармонизм» «лавribил замкнутый, я настроил Election Day," «рыкнул его в актаву и начал разгонять по актаву». «Ля, Вы не только какую-то д AGюрируете, замкнули?» «Не-е-ет, все хорошие темперации, и чистый строй это замкнутый. И потом скучный момент нашей лекции, когда я начинаю разгонять, и все. Вот это чистотехническое рамо. Сразу на память приходит вот эта вот, правда 15 лет позже написанная. Вот это уже здесь не звучит. Да, лучше бы здесь. И так далее. Это тесный клавиш в этой системе. Тесный. Вы ли еще спор, почему называется хорошо темперированный клавер? Ведь была куча хороших импераций. А является ли его клавер равномерно темперированным или одной из компераций? И, ну конечно, анализ от ЭТК показывает, что нет, только хорошо. Действительно, программа равномерно темперированного строя, это возможно целиком и полностью. Я нахожу, сейчас, цепочкой 3. Ля, Ли, Си, Фа, Диес, Диес, Соль, Диес. Ля, Ля, Ля первая ставка, Ре и два правых. Ре, Соль, Ду, Фа, Си, Моль, Минимум. И вот здесь мы сходимся. Но это мой личный. Вот в этой книге тоже разные другие планы. Но у меня здесь есть проверка персии. Ля, Си, Фа, Диес, Диес. Ля, Диес сразу проверяем. Вот они одинаковые. Ну примерно. То есть вот это с каждой октавы количество биений увеличивается в год. Здесь 8 биений. А здесь 16. 16 уже слух так не различает. Понимаете как? Вот это что такое биение? Это на рояле это аналог какой-то вибрации. Вот певец поет с вибрацией. Если он хочет какую-то тепло броситься. Скрипач играет. Иногда даже велончелист или скрипач, он до того как извлечь, он начинает уже готовиться, вибрировать. А мы не можем это сделать на рояле. У нас вибрация романтическая. Она заключена в этом акумустическом вибрировании. Вот в этом, в этих терциях в частности. То есть романтическая музыка. На самом деле она до такой степени реабилитировала терции, что большая терция в мажоре, вернее терцовый тон в мажоре, и винтовый тон в мажоре, и винтовый тон в мажоре, потому что терцили стали какой-то вот такой романтической меткой. беззнаками, штанами. Например, это пошло, это идет от зародыша этого баха. Какая-то дно начинается с терцией. Ну акустически, мне кажется, это беззнак. Он скромный пока к ней. То есть... Ну это зародыш, вот это ее романтическая сущность. Да, да. То же самое. Но потом, 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 вот уже, уже начинается. Начинается с... И мы что, там недавно сказали, играли как приолончели. Ну а почему она? Почему? Потому что вот эта терция, она реврирует, и мы ее не можем реврировать как приолончели. Мы можем только услышать вот это вот... Ленцент. Которая реврирует сама по себе. И играли как приолончели. И так далее. Потом через, там, две эпохи подхватили. И это... 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 Причем вибрирует не восемь единицы, вот так здесь. Да? Вот по таблице. А меньше. Потому что здесь уже... 4-4 единицы. А здесь два. Да? Эм... 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 Ну, как это называется? Эм... Эм... Терцового Т-атона в мажоре. Я сейчас пока промажу, потом прям... Ну, то же самое, что у нас там. Ну, сначала вот так... Здесь уже... Просто шопеновской мелодики, терция вести. То есть он стремится к терци... К терцовому тону. Эм... 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 И еще потом, вот сюда, вот сюда взял, и вот еще, опять пришли к корзону, но я помню, вертись, а мы что-то задерживает его, да, прям просто вы послушайте, вот это. Дальше, дальше целые, целые плеяды, там Шопея, Мауриста, Вахманин, а сейчас я, я уже, ну вот, например, близко. То же самое, мы представляем, как вибрирует этот звук и начинает вот эта выразительность отсюда, да. А дальше там его переносится вверх, и акустически это получается вот, другие, или видения, да, более, и там аниматор он пишет, то есть это все совпадает с акустикой. А, вот еще типичный такой, в 20-м веке, Анатолий Александр какого ползунки театра. То есть это уже становится каким-то драматическим знамом. Ну, это для орхестра, да, изначально, его очень, как сказать, романирует вот это вибрато. Кстати, значит, вибрато в средних веках, в средние века, это было что-то неприличное. В одном из прохватов 12-го века, вот то, что я вам показывал, да, вот эти чистые созвучки, да, были чистые созвучки. А, иной раз, стыдно сказать, певец ржет как лошадь. То есть теоретики, ну, и музыканты, они избегают вот этого... Вот в эпоху романтизма романтики подхватили вот эту температуру на тенцию, появился вибрато, появился теплый звук. А в миноре, ментовый, и тут опять, это такой же знак романтический. То есть от бафа, начиная, у бафа это еще не... Вот это скромно. Вот, начало, или вот, синкортирует. Ну, квин-до. Ну, с такой теплотой, да, но это еще не романтическое. А романтическое это... То, по-фу. А квин-до в этом миноре. Так, 22 объединения в секунду, это не романтический знак. На 22 уже ухо не уладывает. Пока что это не романтический знак. Потому что это... И что у него здесь происходит? Уже появляется чуть-чуть меньше объединения. 16. Вот мы слушаем. Силь еще меньше. Ближе к нашему нормальному. Восприятию человечеству. Силь еще больше. Это уже все. При этом мы пришли в полносе от нас. Постепенно человека, самого человека, ну, входит в человека именно. Здесь, как сказать, это тоже звукопись, тоже оперирующая. Оперирующая именно структурами акустики. Вот. И последнее, что я хотел показать. Вот у Шостаковича. Как бы интересно. Это его же нельзя, как назвать, романтики. Да? Шостакович не романтик. Но вот есть медленная часть концертов. И что он дает тех местах, которые наиболее запоминают? Воспринимается начало. Там начало второй темы. Все. Он дает знак, метку, романтизм. Все. Больше ничего не надо. Он дает квинтеровый тон миноре. И когда вступает рояль, соответственно, операционный тон. Он дальше может писать все, что угодно. В своем стиле. Но он дал вот эту метку романтическую, от которой уже вертишься. И так далее. То же самое в первом концерте. То же самое. Только наоборот начало с пинтового тона. И вот он уже стопович тоже. Он дал минор. И все. Нам больше ничего не надо. Это характер они задают. На дальнейшую диссонанс. И все. Заданный романтический характер. Вот этими пинтовыми ломантиками. И дальше интересное место в этом же средней части. Вот начинается кульминация. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Играет 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 музыка Просто мы ничего себе больше не представляем, хотя музыка развивается. И что композиторы не отказываются от этого пока, и мы получаем удовольствие. Ну все, на этом я продолжу. Спасибо.